Давай встретимся на нашем месте, хорошо, в 17.00, заброшенная фирма. О, господи, вы это видели? Он просто ударил, я... Чё твори, бро, меня зовут Сергеонис, и просто сразу же, просто сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супри-банду. Ведь, боди, ты же знаешь, первый день мне супри-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, и, как вижу, противописней очень нравится быть под нами. Так что, скорее, уступай мою супри-банду, чтобы заместить на банде на ютубе. И, банда, вы не поверите, что сегодня я хочу сделать. Вчера вечером в Даркнете я купил номер Джейсона Вурхиса и Фредди Клюкера. И сегодня я хочу позвонить им одновременно с двух телефонов. И когда они возьмут трубку, они начнут говорить друг с другом. И мы услышим, о чём же говорят маньяки. Это будет нечто, банда, так что, скорее, став свой лайк. А также, продавайте на это видео, наберём 10 лайков. И тогда, банда, я позвоню одновременно Гричу и Деду Морозу. Я думаю, вы помните, что было в прошлый раз, они просто поддрались. Что же будет происходить, когда они будут говорить по телефону, я не знаю. Именно поэтому, бандит, ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь в своём инстаграме банда я общаюсь со всеми вами. Все ссылки в описании, ставь лайк. А я в те время звоню Фредди Клюкеру и Джейсону Вурхису. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Я уже одновременно набираюсь в двух монстров. Мне даже интересно, кто из них первый возьмёт трубку. Если кто не понял, я реально звоню Джейсону Вурхису Фредди Клюкеру. Только банда реальным. Это будет полная жесть. Господи, я так переживаю за всё это. Кто это? Я сейчас отключусь. Джейсон Вурхис не берёт трубку банда. Я уже говорю, я лежу за свои шести. Господи, он уже Джейсон берёт трубку. Чёрт. Окей, потом не берёт. Джейсон Вурхис на связи. Ай, это ты? Что тебе снова от меня нужно? Нет, тебе ничего не нужно, Фредди Клюкер. Это ты меня набрал. Ой, не говори, ерунды. Снова мне позвонил прянуть, типа как девочка ломается. Я не звонил тебе. Господи, говори, что тебе нужно. Уб***ла ты старая. Не разговаривай так со мной. Иначе вся твоя семья стухнет. Жена, дочка, забудь про них. Смотри, что мне сдохла твоя мать. Прошлой ночи она была бы очень громкой. Что ты несёшь за эти слова? Ты ответишь. Не говори, бред, не хер, лысый. Давай встретимся на нашем месте. Хорошо, в 17.00 заброшенная ферма. Я лишу тебя твоей жизни. Что за бред ты несёшь, хер, лысый? До встречи. Эй, погодите. Это я вам звоню. Я блогер Сергеонис. Ранее мы уже с вами встречались. Боже, это блогеришка. Да-да. Я могу снять вашу драку со своего дрона. Я не буду походить близко. Ты можешь снять нашу драку, своё бездарное видео. Будет доказательством того, как я его с***вал. Ещё посмотрим, другого. Ой, твои не п***и там. О, господи. Бонда, они одновременно отключились. Это была полная жесть. Только что я позвонил Джейсону Фуркису Фредди Крюгер одновременно. Окей, банда. Они договорились встретиться на заброшенной ферме. Я примерно понимаю, где это. Итак, банда. Ещё они договорились встретиться в 5 вечера. Это уже будет завтра. Потому что на улице сейчас ночь. Я прямо сейчас уже буду собирать вещи и отправляться в то место, чтобы ничего не упустить. Я очень переживаю, что здесь сниму ихнюю драку. Потому что, по идее, всё это начал я. Окей, банда. Это мы такого нигде не видели. Надеюсь, вы уже поставили лайк. А я уже бегу скорее собирать вещи. Окей, банда. Надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Просто жесть. Мне прям в это не верится. Где-то здесь сегодня будут драться Джейсон Вуркис против Фредди Крюгера. Только вдумайтесь в это, банда. Это же полная жесть. Я уверен, мы такого раньше нигде не видели. Окей, тем не менее. Вот где-то в этих складах и находится эта самая заброшенная ферма. Именно здесь Фредди Крюгери предложил Джейсону Вуркису встретиться. Как они говорили, это их первое место встречи. Именно где-то в этом месте они впервые подрались. Это будет просто легендарное видео, банда. Я сейчас всё ещё не могу всё это поверить. Окей, просто посмотрите, какое огромное здание. Там ещё было несколько зданий. Интересно даже, в каком здании они будут драться. О, господи. Просто посмотрите. В этом здании закрыты ворота. А в этом банда. О, посмотри. Здесь открыты ворота, банда. Возможно, именно здесь я не буду драться. Это просто жесть, банда. И это реально будет легендарно. Надеюсь, вы уже поставили свой лайк. К примеру, здесь закрыты ворота. То есть они сюда не смогут никак попасть. Разве что через крышу, потому что она сломана. Окей, банда. Тем не менее, не будем загадывать наперёд. Для начала нужно найти хотя бы одного из этих монстров. Потому что, банда, я очень боюсь, что мы сегодня их упустим. Весь этот конфликт сегодня начал я. И будет очень обидно, если я пропущу, не сниму всё этого. Тем более, что они мне разрешили. Окей, тем не менее, возможно. Они даже будут драться в этих зданиях. Просто посмотри, они маленькие. Возможно, банда драка будет проходить именно здесь. Я очень переживаю, чтобы не пропустить её. О, господи. Вот, Настя, всё облетает. Мне кажется, здесь немного закрыто всё. Нету ничего открытого. Просто двери полностью закрыты. Даже как будто замки на них висят. А здесь даже, посмотри, нету ничего. Даже двери нету, банда. Вы это видите? Я думаю, что они будут драться именно здесь. Просто жесть, банда. Я ещё вспоминаю прошлую драку. Когда Грич дрался с Дедом Морозом, была полная жесть. Тогда Грич просто вырубил Деда Мороза. Я всё ещё в шоке того, что тогда было. Окей, Настя подлетает к ещё одному зданию. Но это здание выглядит более-менее новое. Возможно, что здесь даже есть люди. Потому что пластиковые окна. Оно не совсем выглядит, как заброшенное. Окей, Настя облетает. И это здание пока что ничего не видно. О, господи. Как же я переживаю за всё это. Я очень боюсь всё упустить. Мне очень интересно увидеть ту самую драку Джейсона Вурхеса против Фредди Крюокера. Настя всё снова начинает даблетать заново. Снова все эти здания. И пока что никого не видно. О, чёрт. А что если мы уже кого-то упустили? Мы так долго летали, что могли кого-то упустить, пока кто-то заходит в это здание. Будет обидно. Да, это реально жесть, банда. О, господи. Я пока что никого не вижу. Нету ни Джейсона Вурхеса, ни Фредди Крюокера. А что если они друг друга обманули, оба не придут? Тогда получается, что не обманули даже нас. Потому что мы сегодня сюда прилетели. О, господи. Окей, Настя спускается к этому длинному зданию. Я уверен, банда, что драка будет происходить именно здесь. Потому что это здание полностью открыто. Это, скорее всего, есть та самая заброшенная ферма. О, господи. Посмотри, Настя. Да. Кто ты идёт? Это Фредди Крюкер, банда. Он всё-таки пришёл. Ты видишь это? Да. Это просто жесть, банда. Настя не обманули. Фредди Крюкер реально пришёл сюда. Просто посмотрите на него. О, господи. Мы впервые снимаем его с дрона. Такая жесть, какой он огромный. О, господи, мне просто в это не верится, банда. Это реальный Фредди Крюкер. Я как раз этому сарай, как я говорил. Да. Они всё же будут драться здесь. Это просто жесть, Супримбанда. Мне в это не верится. Похоже, мы сегодня реально снимем ту самую драку Джейсона Вурхиза против Фредди Крюкера. О, посмотри. Он так аккуратно смотрит. Да. Наверное, он ждёт какую-то засаду от Джейсона Вурхиза. Они точно не доверяют друг другу. О, окей, он смотрит. Никого нету. Получается, мы всё-таки вовремя прилетели. Джейсон Вурхиз всё ещё не пришёл. А Фредди Крюкера мы уже снимаем. Окей, куда он уходит? Он что, решил сбежать или что? О, чёрт, просто жесть. Посмотрите на него банда. Что он делает? Он куда-то в кусты. О, мне кажется. Он смотрит, чтобы не было никакой ловушки от Джейсона. Он явно ему не доверяет банда. Это просто жесть. Мне в это не верится. О, господи, окей. Он очень занятый или что? Он просто всё обходит в округе, смотрит. Он очень боится Джейсона Вурхиза, по нём прямо это видно. Или же, возможно, он просто хочет провести честный бой. Просто посмотрите, он идёт в другие кусты. Он явно хочет найти Джейсона Вурхиза и просто его убить. Это не похоже на то, чтобы он делал какую-то ловушку для Джейсона. Он ищет его. И его нигде нету. Мы всё-таки прилетели вовремя. Банда Джейсона Вурхиза нигде нету. То есть мы сможем его запросто снять. Окей, он идёт куда-то. О, господи, он уже входит в здание. Банда Вэйта, видите? Это просто жесть. Окей, Настя, попробуй как-то аккуратно к нему влететь. Только так, чтобы никто из них не схватил наш трон. А то иначе кто-то из них схватит дрон и начнёт им бить другого. Да, хорошо. О, господи, аккуратно, Настя. О, господи, Банда, просто посмотрите. Он всё осматривает уже в этом здании. Это и есть та самая ферма. Просто посмотрите, Банда. Это реально соброшенная ферма из середины. Просто жесть. Мне в это не верится, Банда. Я не могу в это вообще поверить. Мы сегодня снимаем реального Фредди Крюкера. А возможно ещё Джейсона Вурхеса. Прошлый раз, когда мы снимали Джейсона, была полная жесть. О, господи, Акин всё осматривает, ничего не видит. Аккуратно. Хорошо. Такая жесть. Он может запросто схватить наш трон. Хотя, по идее, как раз Фредди Крюкер разрешил нам всё это снять. Якова мы с ним в его победу. Окей, Настя, вылетай из этого здания и лети наверх. Возможно, мы сейчас не умеем Джейсона Вурхеса. Он тоже уже должен скоро сюда подходить. Окей, Банда, Настя облетает здание, чтобы увидеть Джейсона Вурхеса. О, чёрт, там ещё кто-то идёт. Похоже, это Джейсон Вурхес. Просто посмотрите, Банда, это реальный Джейсон Вурхес. Просто жесть. Они, похоже, реально сегодня будут драться. Это будет реально жёсткое выяснение отношений. Они просто друг друга ненавидели. Уже тогда, когда им одновременно позвонил, они уже были друг друга готовы убить. Ещё после того, как Фредди Крюкер начи говорит полную жесть. О, господи, просто посмотрите, это реальный Джейсон Вурхес. И он тоже идёт к этому зданию. О, господи, мне просто в это не верится. Субрим Банда, мы сегодня с ним реальную драку. Окей, он идёт, просто идёт. Прошлый раз, когда мы снимали Джейсона Вурхеса, была полная жесть. Он поймал какого-то невинного мужика. После чего вырубил его, убил и замотал в мешки. Просто выбросил трубосера. Я всё ещё боюсь, когда то вспоминаю. Джейсон Вурхес после того, что мы издали для меня самый страшный персонаж. Он не так аккуратен, как Фредди Крюкер. Он как будто уверен в том, что он выиграет и не боится его. Фредди Крюкер всё же более боялся Джейсона. Окей, он просто входит, попытайся аккуратно влететь. Так, чтобы он тебя не увидел. А то Джейсон Вурхес очень суровый монстр. О, он надвигает двери. Пять лет, Банда, посмотрите, он смотрит аккуратно. И похоже, он уже видит Фредди Крюкера. Это просто жесть. Окей, Настя, облетай в другую сторону. Лети к Фредди. Интересно, только главное ничего не пропустить, Банда. Я очень переживаю, что мы пропустим весь бой. А тем более, хотя бы даже начало. Я очень довольный, я хочу всё увидеть. Окей, Настя, облетает всё это, влетает к Фредди Крюкеру. Просто жесть. Мне в это прям не верится, Банда. Окей, Настя, аккуратно влетай. Да-да. Уже чуть не врезалась, только что аккуратно. Я аккуратно. Очень трудно влететь, Банда, потому что мы включаем спорт режим. В этом режиме не работают датчики. Иногда датчики не позволяют лететь в здание из-за того, что им мешает крыша. Окей, там стоит Фредди Крюкер. Он просто стоит, Банда. Вы это видите? Это такая жесть. Он реально ещё Джейсона Вурхеса просто подпирает стол. А мы-то уже знаем, что Джейсон Вурхес здесь. Он, похоже, ещё этого не знает. Он просто его и ждёт. Окей, Банда, мне просто в это всё не верится. Мы сегодня сняли реального Фредди Крюкера и Джейсона Вурхеса. И, возможно, мы даже снимем их драку. Джейсон Вурхес сходит. Посмотрите на это. Он бежит к нему. Это просто жесть. Драки уже точно не избежать. Они стоперсно будут драться. О, господи, ещё я очень переживаю, чтобы они друг друга не убили. Потому что вся эта драка из-за меня. Я обожаю бойко тигеров крипипасты. Они ещё оказываются живые. Я очень боюсь, что кто из них сегодня умрёт. О, господи, просто посмотри. Начинается драка. Фредди Крюкер стоит, ждёт его. Джейсон просто бежит. О, господи, Банда. О, посмотри. Он просто промазал Банда. О, чёрт. Окей, они же начинают драться. Фредди Крюкер против Джейсона Вурхеса. Просто посмотрите на это. О, Фредди ударил его коленом. Это просто жесть Банда Вейта. Видите? О, господи. О, чёрт. Это был жёсткий удар от Джейсона. Чёрт. Он явно ему уже отбил почку. О, посмотри, ударил ногу. Я нам добавил, это просто жесть. Джейсон явно выигрывает эту драку Банда. Просто посмотрите на это. О, Фредди только что так нормально прописал Джейсону. О, посмотри, что он делает. Его пихает. Он пытается его сбить с ног. Ты видишь это? О, он его завалил. О, господи, Банда. Он его реально завалил. О, чёрт. Когда он уходит? Что он делает? Куда он идёт? О, чёрт. Банда, он взял топор. Вы это видите? О, господи. Сейчас Фредди Крюкер умрёт. О, он выставил палку. Это просто жесть. Он бросил палку в Джейсона. Это полная шесть, Банда. Мне в это прям не перится. Я всё ещё не могу поверить, что мы снимаем. Они реально дерутся. О, Джейсон хватает палку. О, господи, только единственный Фредди конец. Это конец он его вырубил. Просто посмотрите. И он после этого убегает. Получается, Банда, что Джейсон Вурхиз выиграл бой. И всё после этого Фредди Крюкер лежит. Просто посмотрите, он без сознания. Лежит. Он уже вообще умер. Такая жесть. Мне просто в это всё не верится Суприм Банда. Мы с ней реальный бой. Джейсона Вурхиза против Фредди Крюкера. И похоже, Фредди Крюкер проиграл. Окей, Настя, быстрее облетай все это здание. Смотри, куда ушёл Джейсон. Возможно, ещё что-то будет делать. Просто шесть Банда мне в это прям не верится. Мы реально сняли, как Фредди Крюкер умер от Джейсона Вурхиза. Я уверен, что после этого он просто умер. Хотя от такого удара он бы просто потерял сознание. Окей, тем не менее, вот Настя всё облетает. И пока что ничего не видно. Возможно, уже полностью убегает где-то прячется в кустах. Мы этого никогда не узнаем. Если только сейчас мы его не снимем, Банда. Окей, вот Настя аккуратно облетает. И сразу же поворачивает на ворота, чтобы увидеть, где он. Просто шесть Суприм Банда. Я очень надеюсь, что мужчины упустили Джейсона. Интересно, что он будет делать после победы. Окей, пока что никого не видно. Ни Джейсона, ни Фредди. Хотя мы видели Фредди. Он явно уже не придёт в сознание точно сегодня. Разве что его кто-то найдёт и отправит в больницу. Окей, Джейсона Вурхиза пока что не видно. О, посмотри, это он. Джейсон Вурхиз. И он почему-то держится за бок. Похоже, Фредди Крюгер тоже наёшь сильный удар ему своим коленом. Чёрт, Банда, вы это видите? Фредди Крюгер жив. И он набросится на Джейсона Вурхиза. Это просто шесть. Они продолжают драться. Мне просто в это не верится Суприм Банда. Джейсон Вурхиз снова дерётся против Фредди Крюгера. Получается, последний остался жив. Он даже сознание не потерял. Возможно, это была какая-то ловушка. Фредди Крюгер притворился мёртым, чтобы тогда из спины напасть на Джейсона. Это просто шесть. Не продолжай драться. Теперь я уже надеюсь, что Джейсон Вурхиз выиграет. Он реально не по правилам. О, чёрт. Это был уже точно последний удар. Просто жесть... О, господи. Вы это видели? Он просто ударил его ногой. Это жесть. После этого Фредди Крюгер точно уже мёртвый. Или уже сто процентов без сознания. Он просто лежит. Ты гляньте на это. Сам такой удар был от Фредди ногой. Я думаю, после этого он уже долго не придёт сознания. Мне просто в это не верится. Наверное, Джейсон уже сам догадался, что Фредди как-то манипулирует ним. Именно поэтому уже нанёс последний удар с ноги. Это была такая жесть. И он просто теперь лежит и не двигается. Думаю, после этого Банда уже точно не встанет. Ах, тем не менее, Настя уже просто улетает. Мы сняли всё, что хотели. Это был реальный бой Честина Вурхиза против Фредди Крюгера. Пойди, скорее ставь лайк, потому что такого точно нигде не видел. Я реально набрал тех фок-монстров одновременно и позвал их сразиться. Ах да, Банда, напишите в комментариях, кому мне ещё одновременно позвонить, чтобы они так же само сражались. И так же про вот комменты прошлого видео просто какие-нибудь шикарные. Идёшь в комментариях, бросьте их, ты хочешь по следующему видео. Всего же пишу, чтобы подписаться ниже, нажав лайк, колокольчик и всё обратно уже на видео. Лайк, колокольчик, видео, бандит. А так же, Банда, не забывай, оставайся таким шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok